Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Очень надеюсь, что минувшие выходные прошли хорошо, в принципе, как и было, и соответствовало моему традиционному пьяничному напутствию. Это важно, друзья, начинать эту неделю с хорошего настроения, потому что впереди у нас очень крутой событий. Это заседание Европейского Центрального Банка, и я бы даже сказал, что именно это событие, этот фундаментальный фон, станет хедлайнером всей недели. Обычно это применительно только к людям, но я считаю, что на финансовых рынках можно выделять какой-то значимый макроэкономический фон и именно отводить ему ключевую роль в плане основного воздействия на динамику финансовых активов. За ЕЦБ, за Евро, за европейским фоном мы следим очень и очень давно, друзья. Сейчас кульминация, потому что все, что мы ранее с вами накопили по статистике, по ожиданиям, по прогнозам и предположениям, все это должно вылиться и конвертироваться в определенного рода риторику ЕЦБ. Эта риторика с вероятностью 99% будет ультрамягкой, потому что мы ждем детали программы количественного смягчения, мы ждем снижения процентной ставки и, конечно же, акцент на то, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода времени. Для евро при таком фоне, при таких действиях Европейского Центрального Банка, должны открыться только одни горизонты для дальнейшего движения. Это снижение. То, что евро-доллар сейчас скотируется выше отметки 1.10, я считаю, что это даже лучше, друзья, нежели чем если евро сейчас против доллара держался на тех минимумах, которые мы наблюдали пару недель назад. То есть рынок подготовился к мощному движению по евро, немного откатил, инициатива перешла к покупателям, вроде бы как все сейчас счастливы. Но вот в плане дальнейшей динамики все-таки нужно быть реалистом по ожиданиям воздействия такого фона на евро. Мы придерживаемся коротких позиций. Я надеюсь, друзья, что на протяжении этой недели нас, продавцов, станет больше. Мы станем достаточной силой для того, чтобы именно заставить евро показать то движение, которое нам необходимо. Безусловно, евро мы будем говорить всю неделю. Я буду стараться найти что-нибудь интересное по факту приближающегося заседания. И если что-то интересное будет, безусловно, поделюсь с вами информацией. Ну а теперь давайте быстренько пробежимся по основным финансовым активам, поскольку сегодня у нас и без того будет вебинар «Правильный понедельник». Мы там разберем основные, ключевые, фундаментальные события еще раз в прошлой неделе. Посмотрим тотально на фон грядущей. Сейчас просто большими, крупными мазками по динамике пятничной. Невчанка 62,13. Здесь мы еще и в конце прошлой недели говорили, что рост нефти обусловлен тем ралли рисковых активов, которые в итоге мы наблюдали. По факту снижения геополитической напряженности в Гонконге. По факту того, что законодатели фактически будут сейчас уже настаивать на то, чтобы Джонсон обратился к ЕС в просьбу перенести сроки выхода Англии из состава ЕС еще на три месяца вперед, до января 2020 года. Это тоже позитивный фон, потому что мы видели ситуацию вокруг Брекзита только лишь в мрачных тонах и допускали, что очень плохое что-то может произойти на минувшей неделе. И, в принципе, пока что этого еще не случилось. Но есть, друзья, еще пару таких опасных моментов, которые на маневре, на повороте могут вернуть на рынок пессимизм и поддержать идею продаж британца. Черное золото получило поддержку еще на данных по запасам, которые снизились на 10 миллионов. Уже, по-моему, третьей недели подряд снижение. Объемы нефтедобычи в Штатах сократились на 100 тысяч. Ранее мы констатировали новый статический максимум 12,5, сейчас это 12,4. И, в целом, на этом для участников рынка было достаточно, чтобы подрасти. Я при этом призвал вас, друзья, быть все-таки реалистом в плане оценки такой надмакроэкономической настройки. И не забывать, что нефть у нас ранее снижалась не просто так. Мы говорили о перспективах замедления темпов роста мировой экономики из-за конфликта между Китаем и США. Несмотря на анонс октябрьской встречи, я считаю, что она будет абсолютно безрезультатной. И все-таки уже научным опытом того, что страны, в принципе, уже никак не договорятся, 13 попыток, 12 попыток было, чтобы все-таки свести разговоры в конструктивные русла и, в конце концов, добиться подписания двустороннего торгового соглашения. Все эти попытки проваливались, друзья. Я не вижу основы для того, чтобы сейчас строить каких-то оптимистичные сценарии, видеть в грядущей октябрьской встрече. Я придерживаюсь прежнего подхода того, что торговая война, она идет, она будет продолжаться. А спустя месяц, когда вступит в силу еще новый пакет торговых барьеров взаимного характера со стороны США против Китая и со стороны Китая в адрес США, я думаю, что эти проблемы и факт войны, и тарифного противостояния, он станет очевидным для еще большего круга инвесторов. Ну и потом признаки замедления темпов роста регионов мы получаем практически каждый день. Я особенно отдельный акцент делаю на США и еврозону. Все это является свидетельством того, что мировая экономика уже очень сильно сбавила обороты. Это впоследствии отразится на спросе. Поэтому жду негатив по отношениям Китая и США. И фактически абсолютно уверен, друзья, в том, что котировки у нас пойдут вниз. Доллар иена 106.88. Данные по американскому рынку труда в целом оказались, скажем, несоответствующими ожиданиями. 130 тысяч новых рабочих мест – это мало. Темпы роста зарплаты вместо прошлого значения 3.3 мы увидели снижение до 3.2. Ух, уровень безработицы, хорошо, здесь осталось на отметке 3.7%. Выступление Джерома Паула в Тюрихе было неоднозначным. Я вообще не понял, что хотел сказать Джером Паула, потому что он говорил одно и тут же следующим предложением противоречил сам себе. Якобы отчет по рынку труда сильный. ФРС абсолютно уверен в том, что американская экономика минует рецессию. Перспектива остается замечательной и тут же говорит о крайней степени негативе, связанном с воздействием торгового конфликта США и Китая на американскую экономику. Ну, может быть, вы, друзья, смогли здесь сделать правильные выводы. Я думаю, что Джером Паула все-таки недооценивает степень влияния на него, администрации Трампа. И такого рода комментарии, которые не привели пока что к ослаблению доллара, в ближайшую неделю перед заседанием ФРС смотивируют Трампу еще раз дать понять Паулу, что тому нужно менять вектор своей политики в пользу более агрессивно-мягкого подхода, который должен обеспечить снижение курса доллара. Поэтому я, как и раньше, настраиваю вас, друзья, на скорые интервенции словесные со стороны американского президента и, соответственно, на снижение пары доллар-иена. Евро против доллара уже в двух словах поговорили. 1,1026 сейчас ждем пару гораздо ниже. В пятницу вышли данные по промышленному производству Германии, которые исключительно разочаровали. Очень серьезный спад, темпы роста еврозоны тоже с 1,3 до 1,2%. В общем, здесь медвежий настрой, мне кажется, понятие. По золоту 1,500 с копейками. Сейчас я рекомендую, друзья, снова придерживаться возврата котировок планки 1,500 и снова покупать. Думаю, что в этот раз идея станет результативной. Фунт против доллара 1,2276. На этой неделе куча статистики. Сегодня в 1,130 промышленное производство. Темпы экономического роста. Завтра темпы роста зарплатных плат. В общем, с политики мы пока переключаемся на макроэкономическую статистику. Ранее по индексам активности в производстве и сфере услуг мы видели то, что данные оказывают давление при слабых релизах на динамику фунта. По политике на прошлой неделе, буквально в пятницу, Борис Джонсон делал заявление о том, что он попробует предпринять еще одну попытку протащить идею голосования и всеобщих парламентских выборов в октябре. Соответственно, эта попытка, возможно, будет сделана сегодня. Посмотрим, как на это отреагирует парламент. Я думаю, что парламент в очередной раз заблокирует такое решение. И по Брэкзиту, друзья, пока что, я думаю, что нам нужно оставить немного в покое эту тему. Но я еще раз повторяю, что противостояние между оппозицией и парламентом, оно еще не закончено. И, скорее всего, мы все-таки вернемся к новым, внеочередным парламентским выборам, которые могут стать четвертыми уже за последние три года. И произойдет это, правда, чуть позже осенью, но все равно риск политической неопределенности, он еще сохраняется. Доллар канадец 1.3165. Здесь сделка, друзья, Болимец уровня 1.3150. Стоп-лосс можно поставить на уровне 1.315 и ждать пару на отметке 1.3450. Если мы касаемся уровня стоп-лосса, то закрываем вообще идею покупки пары доллар-канадца на перспективу ближайших недель, потому что даже, может быть, и чуть подольше. Очень много было надежд на статистику, которая должна была поддержать идею роста пары и, соответственно, ослабления канадца. Но вот последние отчеты все-таки не смогли конкурировать с ростом нефтянки. По нефтянке, повторяю, друзья, у нас ожидание того, что актив будет снижаться, это должно привести к определенным последствиям для динамики пары доллар-канадец. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.